Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Что-то самое сложное для себя в инфодайлинге, на самом деле. Для меня в инфодайлинге? Да. Было или сейчас? Было, конечно, потому что сейчас, я так понимаю, для тебя нету сложного, сейчас только кайф идет и все. Хотя сейчас есть перегруз, например, когда там работаешь и идет избыточная информация, тогда мозг просто перегружается. Просто не хватает ресурса. просто, да. Иногда такое бывает. Но это значит, надо просто выключиться, отдохнуть и сменить деятельность на физическую. Что мы и делаем. Сейчас проще. Что мы и делаем. То есть надо самим заботиться о том, чтобы ты потом не выговорил, не свалился, ничего. Конечно, чтобы ты постоянно находился. Меня деятельность. Выключиться иногда от консультации полностью. Ты чувствуешь, что тебя уже несет. Значит, говоришь себе стоп, все разбрасываешь и выделяешь неделю на то, что ты полностью отключен. Потом снова включаешься и снова работаешь. То есть это мы уже за этим следим целенаправленно. Потому что это наше здоровье физическое. Конечно. Это наша жизнь на самом деле. И здоровье здесь важную роль играет. Потому что если даже это твой интерес, вот наш интерес, да, и мы будем вопреки своему здоровью, то есть вовред своему здоровью, то это как насилие. Это неразумно. Неразумно. Поэтому даже есть моменты, когда я вижу, там стоит расписание, собран курс. Раз, перенес, отнес куда-то, выделил время. И ты это время, либо ты выключаешься где-то на реке, где-то в лесу, где-то в какой-то поездке, где-то просто смена деятельности, смена картины реальности. Ты отрубаешься, и какое-то время ты находишься в других декорациях, ты находишься в другом восприятии, возвращаешься, успеваешь соскучиться по деятельности там пару дней. И раз, и снова начинаешь работать. Все по-другому. Да, а вначале, ну, ты знаешь, чтобы сказать, трудность какая была, ну, почувствовать себя, наверное, глубину, да, почувствовать. Но я не могу назвать. Если вот взять, вот сейчас ты мне этот вопрос задала, и я его прям вошла в него, прочувствовать, я не могу сказать, что мне было трудно. Вот не могу, мне было интересно. Правда. Оно, оно можно назвать, трудно было, да. Я не могу назвать это. Это мой был путь интерес к интересу своей. С интересом к интересу. Мне было очень интересно, я когда вот ходила на клубы, я просто погружалась, я помню там и по пять часов, и по шесть. Я просто слушала в погружении. То есть мы погружались, и я через погружение слушала всех абсолютно. Слушала себя, естественно, какие там у нас были вопросы. Но мне было это интересно. Я не могу назвать это трудностью. Это мне было невероятно интересно. И я помню, очень хорошо помню, как моя семья через какое-то время говорила, что ты ходишь по средам, сидишь там, что можно делать? Молоденья, я уже не помню, там до пяти, до шести вечера. Что можно делать? Сидеть закрытыми глазами. А я говорила, мне это настолько интересно. И я говорю, я вот просто, я не перестану этим заниматься. Я знаю, что я хочу. Я знаю. А сейчас я понимаю, почему я тогда говорила своим родным. Вот я знаю, что это такое. Я просто действительно теперь знаю. А тогда я, я не осознавала, что я слышу саму себя. Это знание. Я просто говорила, что я знаю. Мне было очень интересно. Очень. Ну, видишь, вот тогда, например, нас на клубе, у нас на клубе собиралось, ну, дай, по 25 человек. Да, много было. То есть разные, разные клубы собирались по размеру, по масштабу. Люди грузились. И были те, кто приходил конкретно за аудиторией. Я видела, что там приходит новоявленный экстрасенс, который начинает там свои визиточки раздавать и так далее, приглашая куда-то. Или там рассказывает, грузясь, у него там самое лучшее. Значит, все должны точно все, как он, повторять. По сути дела, очень много приходило людей из гипноза, очень много приходило людей, кто регрессивным гипнозом занимался. И вот даже был момент, когда у нас с Олегом Гребенюком были разногласия на тему. Он очень профессиональный гипнотизер. На самом деле, он сыграл огромную роль в моем становлении. Мне очень жалко, что я его не встретила. Я его очень часто вспоминаю, и мне от души искренне жаль, что он так рано ушел из жизни. То есть если бы он был сейчас, возможно, инфодайнг двигался бы быстрее, возможно, инфодайнга бы и не было, кто его знает. Потому что он действительно занимался гипнозом, но он был очень увлеченный. И у нас были моменты, он плотно стоял на физиологии на таблице Коткова, и он не отходил от нее. И при этом у него все время было любопытство, а что за ней. Но за ней перейти эту черту он не мог. Он не позволит. Он хотел. Но у него был авторитет, самый последний авторитет такой инстанции, которой он очень верил, это был Рожковский. Он говорил, ну, Рожковский, вот он перешел, но это как максимум. Это речь шла об активном парасомномбулизме. И когда получились первые результаты ввести человека в состояние пассивного парасомномбулизма, мы сейчас можем называть это такими словами, тогда же мы не понимали, что получилось. Тогда же просто валилось и валилось. И случилось. Хрен знает, что случилось. Человек понес информацию, она, да, действительно соответствует реальности. И вот в этих состояниях, когда даже еще определений не было, все это родилось уже значительно позже. Ни слов, ни названий таких не было. Был просто гипноз. И когда вот такие моменты случились раз с одним человеком, с другим человеком, у нас даже были разногласия, что это. Олег говорил, шиза, берегись самнамбулов, там и так далее. Но при этом он сам работал с самнамбулами, говорил, что из них можно много выжить, но надо аккуратно, чтобы у них кухонь не отлетело. У него еще сленг был такой неповторимый. То есть на самом деле это был очень, очень профессиональный человек, которому я просто безумно благодарна, потому что он сыграл огромную роль в становлении инфодайвинга. И в частности, благодаря ему, по сути дела, наверное, я и пришла к клубам, потому что он же тоже вел в Минский клуб самогипноза, но у нас не совпадали взгляды на ведение клубов. Он вел физиологические клубы, очень, очень профессионально, близко к медицинской психологии, очень близко к психотерапии, по сути дела, гипнотерапия. Я вообще никогда никого не хотела лечить, я никогда не хотела ни с кем работать, я не хотела, чтобы у меня были пациенты. У меня был просто интерес к развитию психических способностей человека. То есть если у Олега был взгляд более терапевтический, более такой профессиональный, у меня был взгляд более поверхностный. И этот поверхностный, легкий взгляд, когда я говорила, мне важна информация, мне важны психические способности человека. А если человек болен, это уже не мой человек. И вот этот вот момент, он, конечно, сыграл большую роль, но я видела, что есть очень большая сложность именно пересечь черту вот эту, проснуться во сне. И я видела тот момент, когда у тебя впервые получилось, когда я поставила галочку возле твоего имени для себя на тренинге, когда я увидела. Вот этот вот момент. Ты сама помнишь, как ты ввалилась в это состояние впервые? Конечно. Для меня это было неожиданно, во-первых, вспомни. Это курс, я уже сейчас не помню, сколько дней он шел, да? Семь. Семь дней, да? Семь-дневный курс шел. Ну вот я уже даже не помню, но для меня это было неожиданно. У меня все шло ровно, ровно. Как бы у меня даже где-то порой улыбало меня вопросы какие-то там, какие-то эти действия там. Сумасшедшие, да. Ну да, то есть я как бы, ну я слушала, в принципе, я была в интересе, да, в наблюдении. И я же говорю, что порой даже улыбала. И когда внезапно, на какой-то, я не помню, там на... На седьмой, наверное, или на шестой. Или на шестой, наверное. Когда меня ни с того, ни с сего вдруг меня прорвало на слезы. Ты вот согласись, было просто вот как будто смена картинок, да? Ира сидит спокойно, а тут бац, рыдает и трясет прям всю кол... Вот мне отрясло. Когда ты начала чувствовать свое тело, когда ты говорила, я чувствую каждую клеточку. А я понимала, понимаешь, я на тот момент, я осознавала, что я чувствую каждую клетку, это не то, что там даже тело, да? Я действительно видела, знаешь, как каждую клетку, наверное, воздуха, не знаю, как вот прям вот всего, да? И при этом я прекрасно, Наташа, очень прекрасно осознавала, я понимала, что люди меня не понимают. Я это... И я понимала, что я выгляжу... Я это хорошо понимала, что выгляжу как сумасшедшая, да? Говорю какой-то бред. Я это все абсолютно понимала. У меня это прямо вот в чистом виде. Но я знала себя. Я четко... Я понимала, что я себя не обманываю в этот момент. Я вижу, чувствую то, что я чувствую и вижу. И мнение людей, которые, ну, не видят этого. Я понимала, что они этого не видят. Мне хотелось им это рассказать, но я понимала, что я упираюсь в стену, да? Знаешь, если бы я это со стороны наблюдала, я бы была бы как вот, как все люди тоже. Я бы... Ну, потому что это надо чувствовать. А на тот момент это и происходило со мной. А я знала, что я не сумасшедшая. Но я понимаю, что со мной чудеса идут. Это было интересно, да. Ну, на самом деле, тогда реакция в группе разделилась на две категории. И первая категория, это которая четко тебя отнесла к сумасшедшим. А вторая категория, которая попыталась обесценить это, сказав, что ну, я тоже так могу, я тоже уже это проживала, я тоже, я тоже. И там сработали в одном случае программы обесценивания, а в другом случае конкуренции. Ну, вот смотри, ведь конкуренция тебя сопровождала в жизни еще очень много. Ладно, когда там человек обесценил твои способности и отнес тебя к сумасшедшей, да. А по поводу конкуренции, когда вот обесценивание вырастало в то, что я тоже так могу, и я могу лучше, и так далее, ты же на эту тему пережила достаточно суровое испытание. Ну да. Зеркало так очень чисто тебя корректировало, и меня в этом плане корректировало очень сильно. Да, несколько раз, да. было такое. Но при этом, смотри, видишь, как когда я сталкивалась вот с этим, ну, с конкуренцией, видишь, что я делала на самом деле? Я здесь проявлялась, действительно, я сейчас понимаю, искренне. Я понимала, что в этот момент мне было больно очень, было больно, и даже несколько раз было такое, что может вообще, ну его нафиг, не буду. Было и такое, то есть вообще брошу это, да. Было, это одно, было такое, когда я решала, будет идти информация, буду молчать, слушать, ну не буду ничего. Я не могла этого сделать. Я просто, ну вот это буквально вот принимала я решение, что ну все, тогда я буду молчать. Буквально, я не знаю, через пару часов, да даже, наверное, и не пару, знаешь, когда вот об этом висишь, думаешь, оно, наверное, мгновенно. Я понимала, что я не могу так. Смысл тогда мне свое время проводить вот просто так, впустую, и мне, во-первых, неинтересно будет. Я понимала, что я не иду в театр. Мне театр не нужен. Мне важен мой интерес, а он был, он был и есть, он, ну, невероятный интерес. И поэтому я все равно продолжала. Продолжала действительно искренне, в открытую, искренне. Было больно, было больно местами. Конечно, работа над собой, да, такая четкая была вообще, как вспомню даже. Но вот этот интерес искренний, он превышал все, и я продолжала валить, валить. А потом, когда вдруг, да, помнишь же, как мы с тобой в Зазеркалье, меня вынесло просто в Зазеркалье. И все. Ну вот смотри, на самом деле... Подожди, я тебя перебью. А, кстати, мы сейчас вспомнили тот семинар, и сейчас вспоминаю за Зазеркалье. Нечто похожее, согласись? Похожее. Похожее было со мной. То есть, меня что же... Какого губления, как ступени. Да, и я помню, что вот, когда это выстрелило, я помню, что меня тоже, меня понесло, а я понимаю, меня слушают, ты слушаешь, и еще. И я понимаю, что не слышат того, что я чувствую в тот момент. Я на самом... Вот только ты замерла. Ты замерла была, да. Я помню так, то, что ты почувствовала. А я тоже чувствовала, что меня понесло, но для того, чтобы услышать, почувствовать то, что чувствовала я в тот момент, это надо было быть мной. Потому что я конкретно знала в тот момент тоже, что я зацепила невероятно. И потом все, и мы пошли с тобой. А вот смотри, тогда же и у меня была реакция на тебя какая. Я поняла... У меня был разрыв шаблона, скажем так. Я поняла, что тебя куда-то вынесло, но при этом я видела, ты не сомнамбул. А у меня было глубокое убеждение, что не сомнамбул, раскачать в состояние за сомнамбулизм невозможно. То есть я верила тем убеждениям, которые существуют в гипнозе. И в принципе я была убеждена, что имеет смысл работать только с гипнозами. Что с ними проще, они быстрее возьмут информацию и так далее. И на самом деле я на это потратила очень много времени потом. То есть очень много тренировок было, которые не закончились положительным результатом. И было потрачено много времени. Я на сегодняшний день это осознаю, и я осознаю, что пассивный парасомнамбулизм это удел не сомнамбулов, не гипнотиков. Это удел людей с устойчивой психикой, не так сильно травмированной, скажем так. Сказать, что не травмированы, но все мы травмированы. У нас у всех есть травмы. Конечно. Но просто есть травмы глобальные, которые в подсознании внесли настолько существенные изменения и отклонения, что эти травмы спрятаны очень глубоко. И они вносят такие искажения, которые удалить. Это надо еще большой кусок терапии провести с человеком. И вот этот момент, он, кстати, очень сильно останавливающий меня, потому что очень быстрые результаты в инфодайинге имеют именно сомнамбулы. Но это временный результат. Это временный результат, который поддерживается эйфорией, который поддерживается... Если тема не задета, тема травмы, то там будет объективная информация. А если тема травмы задевается, то будут такие искажения, а ты не знаешь, где его травма, и ты не знаешь, что там искажения, где правда, где ложь. И поэтому вот эти моменты, и чем больше, чем глубже травма, тем больше искажений. И ты смотришь и понимаешь, что надо ли тренировать, а надо ли. Ну и плюс ты не всегда можешь положиться на человека. То есть ты же понимаешь, что работая с информацией, ну, чего греха таить, любая информация доступна. И есть информация, которая должна быть... Закрой рот и молчи, а есть информация, которая должна быть... Открой рот и кричи. То есть и вот это важные моменты. Тут надо, чтобы у человека была полная адекватность. А с анамбулами там есть вопросы. И поэтому... Ну, я же тоже к этому приходила уже из опыта тренировок, из опыта работы с тобой, из опыта исследований психики. Это все с опытом приходило. Работа с детьми, с родителями. Удателем. А вообще впервые мы же как вылетели на работу с человеком с болезнями. Тоже ж не предполагалась работа с болезнями. Предполагалась работа информационная рассказать про будущее. Вот, снять информацию, взять там тайную информацию, которая где-то. Вот, вот, вот это поверхностное, когда я обслужу там каких-то интересных людей. Потом нет. А когда мы вошли с тобой? Это мы с тобой в тело в Китае вошли. В Китае когда-то. И вошли, да, вошли мы, конечно... Кровь и вилочковая. Тогда у нас сразу первое... Кровь и вилочковая. И тут же пошло омоложение. И тут же пошло все, что связано с ресурсом тела человека, со здоровьем, с энергетикой. Там пошло, пошло, пошло. И это же привело к тому, что мы увидели в теле, как это зависит, как это связано с состояниями. И состоянием сознания тоже. Но, кстати, тогда еще сознание мы не выделяли, мы его не видели. Это было значительно позже. Но мы уже видели тело изнутри. И мы уже видели психику. Как-то вошли в тело уже, да, тогда. Тогда пошли. Вот. И после этого у нас открылся новый этап, как новое дыхание. Интересно. И вот смотри, когда мы впервые описали вот эти семь платформ именно психических, да, казалось же, это все. Да, это все. Предел. Предел. Мы уже знаем, да. Мы уже имеем все. Казалось, что может быть еще, да? Оказалось, что мы ничего не знаем. Ничего. На самом деле, я вот сейчас оглядываюсь, мы же сейчас работаем не с этого уровня. И оказалась интересная штука. Работа вот с семью платформами, она дает самый быстрый выхлоп. Самый быстрый результат. Временный. Самый быстрый. Но человек при этом не изменился. Это, знаешь, что напоминает как бы больница. Человек какает под себя, ты просто утку из-под него выносишь. Успевай бегать каждый день, утку выносить. А он продолжает какать. А он продолжает какать. А научить его ходить в туалет? Нет. Даже речь не шла об этом. Тогда даже речь не шла об этом. Потом, когда мы пошли дальше и поняли, о, ребят, так это только утка. Мы еще дальше не ходили, это только утка. Вот это, конечно, было очень-очень интересно. А сейчас, когда я вот смотрю на инфодайинг, я понимаю, что пришло такое успокоение, торопиться некуда. Вообще некуда. Но при этом постоянно двигаться. Но при этом ты не можешь остановиться, потому что если ты остановился, то сознание теряет интерес. Оно теряет интерес тогда вообще к этой игре, к телу, ко всему. И идет смена, смена игры, перезагрузка и пошла. Хочешь быть здоровым, хочешь быть молодым, хочешь интерес нажить, двигайся. Двигайся. А в противном случае мы прощаемся с тобой и будет новая шмотка у сознания. Да. Хочешь, двигайся в моменте. Постоянно. А моменты всегда... Мы живем в моментах. Да. Но мы, если не двигаемся, то мы спим. То мы спим, да. А задача проснуться. Задача проснуться и осознать, именно осознать в себе и Бога, и Творца, и Создателя. Осознать это единое Я. Осознать всю Вселенную в себе. Осознать, да. Все осознать. Но мы на самом деле тоже, вот смотри, мы ведь осознаем целостность себя. Правильно? Казалось бы, мы осознаем. Но что мы сейчас в этом осознании с тобой еще, где мы двигаемся? На самом деле в чувствах. В чувствах. именно углубление чувств. Казалось бы, понимание, потом осознание, да. А вот чувства, они именно, именно чувства дают вот эту, кстати, сейчас подумала о том, что эмоции это тоже краски и чувства краски. Да. глубина чувств. Можно чувствовать по-разному. Так же, как и эмоции разные. Так вот, мы с тобой сейчас на самом деле... Эмоции к наружному миру, чувства внутри. А, чувства внутри. Тоже переотражение мирка. Да, да, да. И чувства, ты знаешь, сила человека целостного состоит из огром... Как это сказать? Из силы чувства. Я не знаю, как это правильно объяснить. То есть я сейчас... Спектра чувств. Ну вот, да. Разнообразие чувств. Разнообразие чувств. И вот я прям вот... Вот это чувствую, что мы с тобой сейчас на том этапе, когда мы вот это разнообразие чувств. То есть внутри. Ну, видишь, разнообразие чувств подключено полностью к опыту человека. Да. Если опыта нет, то ты не можешь даже положить слова. Ты не знаешь, о чём это. Нет информации. Да, да, да. И информация привязывается именно к опыту. Это чувствуется как? Как если бы ты был там-то и там-то, делал то-то и то-то. И с тобой происходило то-то и то-то. То есть, видишь, как получается, что чувство напрямую зависит, спектр чувств напрямую зависит от плотности сознания человека. А плотность сознания определяется жизненным опытом. Жизненным опытом именно в физическом теле человека. И именно осознанного опыта. Потому что неосознанный опыт и ходит в переработку и в повторное проживание. То есть, и в данном случае, получается, ты не можешь обмануть подсознание. Ты не можешь сказать, я такой духовно развитый, я там то-то, я там то-то. Нет, это про эго, это вообще не об этом речь. Это полностью естественный путь движения самого человека. Ты не проживешь его жизнь, ты не пройдешь этот путь его ногами. Поэтому, когда, вот интересно, недавно написали, ой, помойте мне зеркала, чтобы я тоже там такая. А, конечно, ты можешь умом себе и зеркала помыть и все, что хочешь. Но нет, психика защитилась от таких вторжений. Ты это можешь сделать только сам, через осознание и через движение, через развитие по интересу. И вот здесь, конечно, очень интересный момент, когда вот работаешь с человеком, и человек в какой-то момент как бы соскакивает, уже все хорошо, жизнь наладилась, там дети не болеют или сам выздоровел, работа есть, деньги есть, ну, полная чаша, гармония. И снова пум сел на попку. А подсознание так смотрит и говорит, ну что, будешь сидеть на кладбище. И на самом деле вот этот вот момент, когда человек уже вышел и начал слышать себя, и у него пошел процесс развития, и он резко вдруг остановился, ты знаешь, получается, как в принципе, как и в физиологии, да, ты едешь, например, в автобусе и потом тум, резко затормозил, и ты улетаешь лбом в стекло водителя. Почему? Потому что ты в это время не держался ни за что, у тебя не было любимого дела, у тебя не было реализации, ты просто сел на попку и затормозил, и все, тебе причиняется боль. И то же самое происходит в психике. Как только ты начал заниматься инфодайвингом, либо ты двигаешься, либо у тебя будет боль, по-другому не будет. Подсознание заставит. И еще, как только ты когда-то коснулся инфодайвинга, забыть уже невозможно. Забыть невозможно. Потому что ты коснулся самого себя. Ты даже можешь этого не понимать, даже не то, что осознавать, не понимать, но вот это вот у тебя будет как непонятное чувство, оно будет тянуть, тянуть, потому что это ты сам. Так смотри, люди, пережившие клиническую смерть, которые вылетали к самому себе и о которых еще частично стерлась где-то информация, когда зацепилась перезагрузка, да? Они же не могут это забыть. Да. И они стали другими после этого. Да, на самом деле. То есть нету такого, кто бы не изменился. Потому что они вот именно вошли в эти состояния и они осознали вечность и бесконечность и все остальное. Вот это интересно. Но инфодайвинг, конечно, это невероятная глубина познания самого себя. И ты знаешь, что мне еще очень нравится в инфодайвинге? Я вообще нахожусь сама иногда под определенным впечатлением. Посмотри, сколько людей участвует в семинарах, тренингах. Они платят большие деньги. За все время у нас не было неадекватных людей. Но можно это объяснить. Например, у вас высокая цена и неадекватный человек не может себе позволить. А приходят люди успешные там и так далее. Но мне понравилась вот эта работа, которую провели по каналу, по ютубу. И потом сказали, что если брать коэффициенты отдачи от канала, то выше люди не встречали. У нас мало подписчиков. Ну, как мало там? Сколько-то там? Десятков тысяч. Это, ну, небольшая подписка. У нас не такие сумасшедшие просмотры. И при этом у нас такое участие в семинарах, такое безумное количество благодарностей, такое безумное количество обратной связи, что ни один из самых популярных токеров, да, ну, я не знаю, тиктокеров или там инстаграмеров там и так далее, нету таких коэффициентов. Они выходят за рамки. Потому что реально собираются, работает закон, подобное к подобному. Мы отражаемся в тех людях, которые вызрели, которые имеют определенный уровень развития сознания, которые осознают, зачем им это надо. Они осознают и ответственность за свою жизнь, и духовное развитие и так далее. Все это осознается, когда и в какой-то момент человек садится, слышит, чувствует, а здесь нету лжи. Здесь искренний разговор, разговор с самим собой, здесь нету манипуляций, когда тебя там раскручивают на что-то, уговаривают еще, еще что-то. Кстати, еще один из наших фильтров осознаю, это люди, которые неосознанно привыкли, что за них кто-то сделает что-то. А, бабочка такая прилетела, я сейчас, сейчас, бабочки, цветочки, объясните мне, расскажите и уговорите меня. А тут читаешь, не читаешь, уходишь. А это тоже об искренности. Это тоже про искренность, и это про самостоятельность, и про ответственность. Конечно. Потому что без этого нет пути к себе. Ты топаешь ногами, не за тебя топают. и ты знаешь, это тоже очень хороший фильтр, который нам помогает и убирает вот бабочки, цветочки с горизонта таких вот поверхностных товарищей, но те, кто остаются, остаются очень сильные. И мне сейчас очень нравится, ты знаешь, я посмотрела, что когда приходят, вот опять-таки, наверное, я скажу банальную вещь, она очевидна просто. Если человек, вот казалось бы, ты никак не свяжешь деньги с адекватностью, сколько людей неадекватных имеют деньги, сколько людей адекватных не имеет денег, возьми нашу последнюю работу. Казалось бы, несвязанные вещи, но когда приходит человек действительно адекватный, у него есть становление какое-то внутри, у него всегда есть деньги на его развитие, на его хобби, на его здоровье, на решение его вопросов. И это очень хороший фильтр, который заставляет человека очень быстро работать. И если человек искренне включается в работу, выхлоп просто очень быстрый. И я в последнее время заметила, когда у нас сектор рынка сменился, у нас просто результаты, даже по аутизму, они вышли в очень быстрые. Очень. То есть реально, но при этом человек соглашается на боль, человек соглашается на очень суровую работу, но у него хороший результат. Он готов слышать. Он готов слышать. И смотри, тогда плотность консультации человек берет одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Да? Если не консультация, благодарность, благодарность. То есть человек не боится задавать вопросы и присылать нам благодарности. А в этом тоже как вариант взаимодействия. То есть он идет своей дорогой. Но он взялся, и он тут же решает вопрос, он имеет быстрый результат. И ты знаешь, это как в бизнесе. Я взялся, вывел в результат, и меня это устраивает, и заплатил за это, и все. Да. То есть нету вот этой тягомотины. Вот эта тягомотина. Я не люблю тягомотину. Но при этом нас это отличает очень круто от классической психологии. Я недавно наблюдала работу с аутизмом, беседала с психологами профессиональными. И был такой момент, когда один из аргументов профессиональных психологов по поводу аутизма, это то, что если к ним пришел человек, то это на несколько лет минимум. И это финансовый фактор. То есть у нас уже есть клиентура, которая будет содержать нашу компанию. По сути своей психолог говорит таким образом, что у него появляется работа. У него появляется работа. На несколько лет. На несколько лет. То есть это называется по-русски вторичная выгода у психолога. Да. И тогда давайте поговорим о том, что ребята, которые имеют вторичную выгоду от этой работы, будут решать вопрос действительно качественно по выводу ребенка из аута. Не будут. Не будут. И поэтому наш подход... Мы очень отличаемся. Очень. Очень сильно. Наш подход, когда ты заходишь, но ты работаешь, и никто с тобой сюсюкаться не будет, никто за тебя двигаться не будет. Ты получаешь информацию, и ты должен сделать. Не сделал, до свидания. И ты сам определяешь темп движения. Хочешь двигаться быстро? Иди быстро. Хочешь медленно? Ползи медленно. Хочешь лежать? Лежи. Никто тебя поднимать не будет. То есть, на мой взгляд, это правильный подход. Если бы Моресьев, когда он полз, в какой-то момент вдруг решил, ой, полежу-ка я, вдруг меня найдут в лесу, он бы остался трупом, замерзшим. Но он верил только в себя. Он чувствовал только себя. Он знал, что он выживет. Он работал, и он выжил. И он потом летал. Вот мне этот пример, он с детства всегда стоит перед глазами. Вот эта вот сила. Хочешь – делай. Не хочешь – лежи. Но тогда не жалуйся. Мне всегда приятно работать с людьми, которые делают. Кстати, тебя мой трудоголизм не сильно напрягал за это время. Потому что похоть приходилось в лошадино. Я привыкла, да. Порой иногда, я помню, иногда, знаешь, когда вот, когда интерес валит, когда мы к какой-то теме, ой, тогда нет, тогда я сама вся дымлюсь прям. Тогда да. А иногда было, когда, ну, естественно, когда, знаешь, больше, когда рутинная, такая автоматическая уже была работа, когда там надо было проработать одними и теми же техниками, допустим, да, вот это. Но я тогда тебя вспомню, тоже говорила, столько хватит человек, потому что я чувствовала, что вот количество есть какое-то определенное, где у меня еще есть запал. А как только он заканчивался, я понимала, там дальше идет, ну, себя на силу. И, как бы, пользы уже не будет. Он аппараскоп перегрелся. Да, да. Типа того. Дымится. Да. Ну, знаешь, кого больше всего напрягало? Это моих, мою семью. Вот это. Опять ты с зайцевой. Типяка, мы проснемся, ты с ней, мы засыпаем, ты с ней. Вот это вот больше всего было. Сейчас уже все, они уже, это, нормально. У нас сейчас уже, мы же с семьями контактируем, поэтому это, уже как пазлик к пазлику сошлись. Ну, да. Сейчас уже и мужья, но ты на самом деле, ты такой, но у меня, в принципе, муж, он тоже такой же, поэтому я как бы привыкшая к этому такая была. Но ты все равно, это движуха. Ну, видишь, именно благодаря вот этому быстрому движению, первые три года у нас вообще было сумасшедшее движение, оно сейчас сумасшедшее, но сейчас мы, ну, даже по количеству книг, мы сейчас меньше выпустили книг, хотя, ты знаешь, когда я глядываюсь и смотрю на это количество, думаю, с ума сойти. А я, а вспомни, мы их писали вот на одном дыхании. На одном дыхании. Одна заканчивая, даже еще не заканчивая, еще одна середина, допустим, там перешагнули, а уже понимаешь, что уже вторая идет, потому что материал, он другой, он там дальше. И ты понимаешь, уже мы кое-что пометочку делали следующее. Кое-что вперед перебрасывали, да. И мы вот прямо на самом деле, мы писали это прям в этом, как это, в прямом потоке. Так смотри, книгу «Парадоксальное восприятие», вот она же сейчас еще в верстке, и она где-то в конце сентября уйдет в печать. Ну, там пару недель ее напечатают, да. То есть я уже ожидаю ее скорой из верстки. Но при этом я вдруг вчера, когда заканчивала очередную главу «Иллюзиониста», я вдруг посмотрела на количество написанных страниц. Там больше ста страниц. Уже? Уже. Да. И я как-то так села, почесала, и думаю, парадоксальное восприятие пошло. А «Иллюзионист» еще сложнее парадоксального восприятия. То есть это еще большая глубина, но «Иллюзионист» он практический, и его без состояний это вообще не имеет смысла. То есть там первая часть какую-то можно, а потом дальше там только состояние все определяют. И именно состояние расширения сознания. Расширение сознания, да. И вот эти состояния, конечно, они... Не каждый возьмет не надо прийти. Вот расширение сознания это как тренировка мышц на самом же деле. Это так. И когда они у тебя уже натренированы, то ты тогда можешь читать эту книгу «Иллюзионист». Ты знаешь, при этом я вот вчера дописывала одну главу, и у меня была мысль, что если бы у нас в руках была такая книга как «Путеводитель», мы бы смогли значительно больше. Быстрее. То есть это бесценный дар, когда ты понимаешь, что ты делаешь. Когда ты не понимаешь, что ты делаешь, это пустая вещь. Ну да, ты вслепую идешь. Ты вслепую идешь. А когда ты идешь целенаправленно, то если бы у нас в руки попал такой путеводитель, если вот там это видео вдруг попадется человеку, у которого есть такая литература, но я сомневаюсь, что она есть хотя бы у кого-то. Но если вдруг было бы очень классно, если бы нам прислали хотя бы фотографии. Объясню, почему. Потому что вот это расширение, которое сейчас мы с тобой исследовали, оно еще... Вряд ли оно есть на самом деле в книгах. Вряд ли. но оно еще возможно. А мы идем дальше. И если бы были якорные точки, куда смотреть, где, чему уделить внимание, то это было бы очень круто. Потому что так нам придется эти точки доставать из себя, чувствовать. Но это будет еще одно приключение в себя. На самом деле это крутое приключение. Знаешь, что когда ты знаешь, куда идти, ты вот говоришь, если бы мы знали точечно, было ли бы так интересно. Тут могло быть, знаешь, сработать какой-то момент, как надо. Вот надо там или вот теперь это. А ведь мы с тобой, смотри, очень часто мы внезапно выстреливало сознание. И мы такие темы поднимали, которые на тот момент, то есть мы даже ну как бы и не думали. Вот не буду ладно говорить. Какая-то тема, которая, ну казалось бы, ну мы ее затронем, ну... Мелочь, да. Мелочь. А там как выстрелило. И не один раз такие объемы. Так вот я к тому, что вполне вероятно, что когда ты идешь точечно, оно не раскроет всего, всех таких моментов широких. Возможно, возможно. Есть такое у меня. Есть такое. И очень круто раскрываются эти моменты, когда ты идешь под задачу, под решение конкретного вопроса. Да, да. То есть когда ты ищешь решение. и тебе надо найти решение. Вот как вчера с ДЦП был. Для меня это был вообще шок вчера. Да? Но это же... Но это прорыв. Да. Когда я еще увидела потом вечером, что ребенок держит уже ручку в руках. Видео, да. Видео. Я на самом деле у меня слезы потекли. Думаю, ни хрена себе. То есть мы сами не знаем, что мы творим. Да, в том-то и деле. И при этом у нас получается. И при этом это искренне и это в интересе. Единственное, я в последнее время чувствую очень сильный перегруз. Реально очень сильный перегруз. И именно вот мы немножко сняли напряжение, когда мы в начале августа позволили себе там на Березину съездить, куда-то там отдохнуть. Но мы же все равно консультации проводили. То есть мы не полностью оторвались. И я в последнее время чувствую перегруз. Поэтому нам надо подумать все-таки, чтобы как-то уйти из социума, буквально хоть на неделю уйти из социума и потом вернуться, чтобы снять напряжение с тела, потому что реально очень сильно напряжение идет. На самом деле мы в телах, вот в этих телах, мы совершаем невероятное. Действительно невероятное. И за три с половиной года действительно совершили невероятный скачок. в теле, как, знаешь, как если бы мы сменили, ну, раза три, наверное, тела. Смотри, психологическая помощь, как направление, которое входило в науку, появилось в 1870-е годы. в 1870-е. Потребовалась, именно психологическая помощь, потребовалась 110 лет, чтобы она пришла в Советский Союз. то есть где-то в 90-е годы. В 1990-е годы. 1980-е. Что-то там. 91-й год профессия психолог уже начинает приходить к нам из-за рубежья как нормальная. Потому что до этого у нас были только психиатры. А там уже пошли психологи с 90-х годов, уже нормально. То есть 110 лет психологическая помощь шла в социум. В наш. Да, да, да. Это реальность. А теперь задумайся. Ты готова ждать в 110 лет инфодайвинг в нашем социуме? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Значит, надо подумать, как развернуть человека к себе, чтобы он не болел, чтобы он создавал, чтобы он испытывал осознание и озарение для того, чтобы и двигался научно-технический прогресс, и производство, и красота жизни, и здоровье, и все, все, чтобы развивалось вместе. Ведь инфодайвинг это про это. Это про то, что человек, на что способно сознание человека? То сознание, которое отсутствует в науке. Ведь в науке этот мир материален. Ну, как же? Ты труп? Нет. Так почему ты не признаешь сознание? Это грубейшее нарушение, ошибка науки. Но этот мир объективен. Подожди. В иллюзионисте мы четко разложили. Нету объективной реальности. Ее не может быть. Ее не может. И там разложено это просто разжевано с доказательной базы. Не может быть. Но в парадоксальном восприятии, кстати, тоже на эту тему раскладывали. В иллюзионисте под другим углом восприятия разложили. Пожалуйста, смотри, не может быть. объективная реальность только есть у тех, кто выносит ответственность вместе с Богом. Выносит Бога из себя. Выносит ответственность. И тогда нарисовывается абсолютно прозрачная картина. Что надо для того, чтобы человеку вернулось долголетие, здоровье, счастье, ресурс на жизнь, озарение, осознание, технические открытия и так далее. Что надо? Верни Бога в себя. Как вернуть Бога в себя? Сделай религию бизнесом. Назови все честно своими словами и дай человеку выбор. Ты будешь в этот бизнес играть или не будешь? И человек тогда остановится и задумается. Блин, что-то наверное я сплю. Все гениально и просто. И при этом решаются финансовые вопросы государства, потому что обороты у церкви очень большие. Но это то, что говорит подсознание. Я всего лишь проговариваю то, что говорит подсознание как очевидное. Очень видное. Очевидное. Вот посмотри, ты это увидишь. Всего лишь открой глаза и ты увидишь. Подожди, почему вот эта вот часть, вот эта вот часть, вот от этого целого, вот эта часть огромная не содержит вот это? Непонятно. Лишь страх, страх. А она всего лишь на страхе висит. На страхе, на страхе. На страхе вынесенного Бога. Аллилуйя. Это же так очевидно. И подсознание просто стебется на эту тему. Да. Вы пытаетесь выжить вот из этого, а вот это вот. Это нереально, неестественно, это неразумно. И это стебно. На самом деле подсознание, когда смотришь на религию, это величайший из стебов. Да. Если сравнивать состояние человека, когда он находится в объективной реальности, то есть с вынесенным ответственностью, с вынесенным Богом, то знаешь, это кого напоминает? Это напоминает рыбу, лежащую на прилавке. Вот меня прямо сейчас этот образ я вдруг увидела. Это так. И с белыми глазками. Это как сказка про щуку. Про щуку. В конце вот этой книжки она заканчивается сказкой. Вообще просто сказка удивительная. Вот прям вот. Про щуку. Ты же когда-то так вставила написать эту сказку. Такая сказка. Было бы время прочитала бы. Ну ладно. Да, это окончание ее правления восприятием. Там классная сказка. Заставляет задуматься о том, как формируется реальность в голове и все остальное. Восемь часов нам пора вести лекции. страницы мальчик. Расскажем в гости верю. Время